Пасха Сегодня как раз будет то, к чему мы стремимся – к вечной жизни, воскресенье Христа. Я постилась все эти дни, ждала все, когда Иисус Христос воскреснет. Как бы все волновалась, готовилась, пекла куличи, яйца красила. Самый большой, богатый праздник на всем году. Ты тут ждешь дня, большая радость внутренняя какая-то, душевная. Вот и все. Я соблюдаю пост, так же, как и все православные христиане, так же я готовлюсь. Хожу, причащаюсь, исповедуюсь, думаю много, стараюсь делать побольше хорошего. Незадолго до полуночи в храме святого великомученика Георгия Победоносца многолюдно. Здесь собрались сотни прихожан. Пока темно. Православный мир еще скорбит о страданиях Иисуса Христа, принявшего на себя грехи всех живущих. Ты освободил искованных цепями восклицавших, не святаго, кроме Тебе, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пасхальная служба воспевает победу Иисуса Христа над всеми врагами и дарование людям вечной жизни. Поэтому богослужения и церковные обряды в этот день особенно торжественны и проникнуты большой радостью. На службу, видно, из Иерусалима доставили благодатный огонь, одно из самых известных чудес православной церкви. Каждый, кто пришел в храм, с благоговением зажигал свечи и лампады. Продолжилась служба крестным ходом. Это шествие испокон веков символизирует собой не только церковь, идущую навстречу Спасителю, но и то, что до появления вести о воскрешении Христа все были вынуждены блуждать в потемках, пока Он не указал дорогу к свету. Пройдя крестным ходом, люди останавливаются у дверей храма в ожидании благой вести. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Впереди светлое седмица, время забыть о недомолвках, ссорах и обидах. Душа верующих открыта для всепрощения и радости. И еще 40 дней все мы будем приветствовать друг друга. Христос воскрес!